Добрый день. Я нагадаю, что кампания про оборонство за свободные выборы ожитивляет назирание за выборы в МСД, которые сейчас отбываются. И на сегодняшний день фактически половая кампания уже прошла, уже сформованы все выборчие комиссии, включающие участковые выборчие комиссии. И так само отбылась регистрация инициативных групп и сбор подписов по получению якости кандидатов у депутатов. Прошло чуть более месяца и в Беларуси сформировали 7,5 тысяч избирательных комиссий разного уровня. Это территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии. Процесс формирования этих комиссий отличался от формирования комиссии на предыдущих местных выборах тем, что он прошел более открыто. Хотя, к сожалению, не всегда наблюдателям были доступны те документы, на основании которых выдвигались представители в участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии. Только в 60 избирательных комиссиях будут иметь своих представителей оппозиционные партии. Причем только 26 представителей оппозиционных партий будут участвовать в деятельности участковых избирательных комиссий. Это меньше 1% всех комиссий, которые созданы. Тот способ создания комиссий, который практикуется сейчас, он не отвечает принципам, на которые должны формироваться избирательные комиссии. Все субъекты избирательного процесса должны иметь гарантии включения их представителей в избирательные комиссии. Как правило, эти комиссии остаются неизменными, только в какой-то своей части, обновляясь от выборов к выбору. Руководство, то есть председатель, заместитель и секретарь избирательной комиссии, тоже сменяют друг друга, как правило, на этих постах. Но фактически остаются все те же самые люди среди организаторов. На прошлых местных выборах половина наблюдателей говорила о том, что их не допустили вообще к процессу наблюдения за созданием комиссии. Сейчас уже это немного положение улучшилось, хотя, как мы видим, на результат это не повлияло. Что касается этого этапа кампании регистрации инициативных групп и сбора подписов, то тут нужно означать, что традиционно, на протяжении последних выборов, у нас нет особо великих зауважений до этих этапов. Фактически все институтные группы, которые получались, были зарегистрированы, 99%, и великих проблем, связанных с их регистрацией, нами зафиксировано не было. Что касается сбора подписов. В принципе, те места для сбора подписов, которые были визначены решениями местных органов власти, они были довольно удобными, и фактически подписи можно было бы собирать в шматы каких-то местах. Если говорить про порушения, которые мы зафиксировали на этом этапе, можно рассказать про историю активистов БРСМ, которые предлагали студентам пройти в пикетах по получению некоторых особо в якости кандидатов в депутаты за хорошие сроки в якости. Взнахорожение предлагалось 15 рублей премии и отгулок занятков на весь день. Это все размещалось в соцсетках, в группах, что по нашему меркованию свечить про злоожживание административным ресурсом. В связи с этим была подадена, скажем, Центральную комиссию, которая перенакировала ее на разгляд Минской городской комиссии, и никаких фактов злоожживания Минской городской комиссии установлено не было. И, в принципе, ситуация выглядит традиционно для всех попередних выборщих кампаний парламентских, включено Минолог. То есть, что эти этапы отбываются без особливых порушений, но сама кампания состоится в мели венеме мало зауваженной, мало цикавой для граждан, что связано с какими факторами, в том лику, напевно, и с отсутствием реального самокерувания в нашей стране и политического процесса, как такого. Продолжение следует...